Продолжение следует... Бельнику. Товарищу полковнику Бельнику. А че мы стоим? Эй, поаккуратней там. 20 лет без техобслуживания не всякая советская военная техника вынесет. Под ноги смотрите. Тебя тоже касается, Артем. Что-то все слишком просто. Центр управления должен быть где-то тут. Слишком просто. Мы двух спартанцев потеряли. Владимир, будьте начеку. Никогда не знаешь, чего ждать. Артем со мной. Есть, товарищ главный командир. Мне бы замена маски не помешала бы. Давайте, товарищ полковник. Пусть он пока открывает, а я тут обыщу. Нет для чего. Тут вроде где-то было... Да, вот. Постарше вас. Это сколько ему получается? Так. Тут наверху должны быть воздушные фильтры. На экстренные случаи. Раньше все строили на века. Думаю, система все еще работает. Если мельнику 66, причем это официальная информация, по крайней мере, в этом, в этой игре, в первой части, то сколько должно быть... Когда он должен быть построен? Где-то в 50-х, 60-х еще, да? А, все-таки здесь есть свет, да? Эй, мельник, что случилось? Да ничего хорошего. Перехвалил технику. Теперь придется запускать систему вручную. Там где-то есть запасная пусковая система. Поднимись-ка на тот мостик. Потом объясню, что делать дальше. Артем! Там должны быть 4 стартера! Может, стартера, а не стартера? Чтобы завести этот скринок агрегат, сначала надо открыть... Да, я открыл. Именно кнопку по сигналу! Вторая! Так, вторая. Это какая-то какая-то... Бля, я что-то не вижу. А, вот, один, два. Причем, надо не просто нажать, а удерживать именно. Первая кнопка! Первая кнопка! Четвертая! Почти готова! Все! Первая отрубилась! Вторая! Четвертая! Почти готова! Вторая вылетела! Да еб твою мать, чё за херня! Третья кнопка! Третья кнопка! А, снова. Третья кнопка! Первая кнопка! Третья кнопка! Четвертая! Почти готова! Иди сюда. Ну, с Богом! Давай к нам! Ура! Все на платформу! Пытаемся запустить систему! Так, можно снять противогазик. Давай, пуск! Ничего не выходит! Давай же, еще раз! Ай, безнадега! Проклятие! Проклятие! И, конечно же, блядь, от удара должно быть. О! Прямо как в старом добром кино! Ну, хоть самоирония... присутствует. Эй, полковник! Что случилось? Все в норме! Артем, уходим! Хватит играть с аппаратурой! Это уж точно! Что-то вы долго, товарищ полковник? Может, побыстрее? Поднажмете, а? Давай! Из четырех слов только одно произнес. Слава богу, нам не надо спускаться до самого низа. Чую, там что-то неладно. Не зря, чуете, товарищ полковник. Не зря. Я хотел бы, блядь, сказал чичей капитан. Вовремя спохватился. Ульман, налево! Профессор, направо! Артем, прикрываешь меня? Если все карты составлены верно, нам туда. Но как нам ворота открыть? Есть идеи? Артем! Артем! Отлично, парень! Теперь тихо! Пошли! Сюда! Опа! Отлично! Еще книги. Так. Истребы, конечно, тут среди меню валюты не показывают. Ульман, держи дверь. Владимир, это твоя тема. Что тебе нужно? Вот и зал управления. Что-то у меня подлагивает, что ли, немного. Изображение какое-то, а не плавное. А будет свет. Изображен. Инструкция А-124, третья страница. Панель ДС-22. Ах да, вот же она. Товарищ полковник, что там на экране? Великолепно. Нет, не зря я учился всей этой химии в армии. Товарищ полковник, экраны как? Железная память, Володь. Я всегда говорил, что от армии должна быть какая-то польза. Заработало! Ай да оборудование. Так, а теперь займемся ракетами. А-а-а-а! Первый, уничтожен. Второй, небоеспособен. Третий, небоеспособен. Да быть этого не может! Вот, вот он! Один есть! Сейчас я высарапаю из него всю информацию. Отлично! Какого дьявола? Что произошло? Твою мать! Резервная батарея села. А что с основным питанием? Ну, кажется, реактор выключен. И отсюда нам его не запустить. Придется спуститься на самое дно и стартануть его вручную. Судя по схемам, ничего сложного. Там все на автомате, пойдет как по маслу. Издеваешься, что ли? Как ты собрался вниз-то спускаться? Ну, там лифт вроде есть, этажом ниже. Проблема в том, что нам придется тут все отключить, даже аварийное освещение, чтобы ему напряжение хватило. Если другого выбора нет, давай так. Спасибо, Володя. Будь здесь, следи за приборами. Мы быстро. Артем, Ульман, за мной! Так, ну и враги. Стреляй по второму. Проклятье. Знал ведь, что так легко ничего не пройдет. Ульман, вернись к Володьке, прикрой его. Если что случится, я отправлю Артема. Ну, удачи всем. Вот эта вся мразь, вот эта вот шары, называется амебами. Позже я объясню, почему их так зовут. Вот это, конечно, местечко. Должен, кстати, сказать то, что, несмотря на то, что игра в техническом плане довольно устаревшая, графика, на мой взгляд, до сих пор неплохо так еще выглядит. Прям в самый раз. А вот сейчас начнется жарко. Нихуя у него. Противогаз сам упал. Да, это уж точно. Сейчас будет довольно сложновато. Бля, я мажу. Они еще, блядь, главное, не сразу взорваются. Вот это самое обидное. Падло. Да, взорвайся. Так, патроны закончились. Так, патроны закончились. Так, патроны закончились. Черт. Иди вон там. Вот. Ох, нихуя меня задело. Ага. Вот он. Надеюсь, он еще работает. Заменю патроны лучше на валюту. Все равно. Больше незачем закупаться в будущем. Раз, раз. Народы метро. Мы ждали вашего появления. Мы те, кого вы зовете невидимыми наблюдателями. Вы приступили запретную черту. И теперь познаете наш гнев. Ульман, хорош дурачиться. Товарищ полковник, я починил громкую связь. Отсюда, оказывается, можно лифтом управлять. Включаю. Поехали. Невидимые наблюдатели. Да как можно в них верить после того, как этот шут так загадил поляну? Это уж точно. Удачи вам, мужики. Будем за вас болеть. Мы опускались в самое очарево древней цитадели. И меня било зноб. Мы были в шаге от обладания мощнейшим из оставшихся на земле оружий. Имели ли мы право воспользоваться им? Товарищ полковник, вам сейчас надо в реакторный зал попасть. Главный реактор стоит прямо по центру, рядом с пультовой. Спуститесь на лифте до первого этажа, а там по лестнице наверх. Итак, братья и сестры, представляю вам биомассу. Володя, видел бы ты это. Артём, теперь держись. Артём, гранаты оставим тут. Рядом с реактором их используют, то равно нельзя. Это мерзость на полу наверняка ядовитая. А тут ещё и газ. Нас так надолго не хватит. В общем, вот это амёбы, это его, так сказать, защитная система его организма. Вот эти вот твари. Мерзость. Это биомасса, короче, это результат того, что америкации, ну или кто там, закинули биологическое оружие в Кремль. И она заползла прям под Д6, потому что Д6 прям под Кремлем был. И в результате эта биомасса, её бактерии, в общем, преобразовались вот в эту хрень. Ай, не будьте такими суеверными, товарищ полковник. Артём, давай ко мне. Да, пиздец, конечно. Хотя в редукции он ещё жёстче выглядит. Более жутким. Где ж у него кнопка? Получилось. Слышишь? У нас получилось. Кто бы сомневался, товарищ полковник? Там всё автоматизировано. Просто вводите команды. Легко сказать. Ну что за бардак? Так, ладно. Запуск реактора. Один, два, три, четыре. Вроде ничего сложного. Построено для дураков. Вот сейчас и проверим. Товарищ полковник, мощность на четверть, а надо на полную. Эта дрянь от реакторов подпитывается. Слушай, у нас уже всё равно не получится. Давай. Дьявольщина. Эта дрянь ещё и сопротивляется. Да что за ересь? Проклятье. Система ручной активации. Гидравлика. А чёрт. Артём. Теперь задание на миллион. Видишь там кран под потолком? Забирайся в кабину. Это резервная система активации. Там есть захваты и манипуляции. С ней мы сможем поднять всех. Ты дуй туда. Я отвлеку эту тварь. И чем это? Сейчас или никогда. А он сейчас наверное... Да, охуял. Так, вот и кран. Достигнута контактная зона. Я промахнулся что ли? Достигнута контактная зона. Внимание! Извлечение стержня. Да, довольно эпичная картина конечно. Есть половина мощности. Достигнута контактная зона. Достигнута контактная зона. Достигнута контактная зона. Внимание! Извлечение стержня. Внимание! Извлечение стержня. Достигнута контактная зона. Внимание! Извлечение стержня. Так, нет... Надо чуть-чуть поближе туда. Эй! А чё не забирается? Сучка. Так. Это у меня. Время. Ой, бля. Да. Фейлонулся, конечно, жёстко. Сейчас, ребята, минуту. Адам. Классируй. Давай сюда. Внимание. Опасность столкновения. Движение заблокировано. О, вот так нормально. Ну чё, я дрянь. Да выёбывалась, а, со своими реакторами тут. Теперь ты никого не тронешь. Будь оно неладно. Лифтом и прощёлкали. Слава советам, раньше всего строили с запасом. Тут есть ещё один. Пошли сюда. Вернёмся позже и закончим это дело. Сначала давай разберёмся с твоими чёрными. Бля, с одной стороны, тут, конечно, красная линия есть, которая, типа, отражает, типа, отражает всю суть Советского Союза, но при этом мельник хвалит. Хуй, он знает, чё, блядь, творится тут. Всё правильно, товарищ полковник. Этот лифт вас прямо на станцию поднимет. У нас тут всё под контролем, пока вроде всё пашет. Возвращайтесь в точку старта. Ульман ждёт вас там с подарочком. Да что там щёлкает? Без конца. Ты только оглядись, Артём. Это же наше наследие. И наше будущее. Невозможно представить себе, какую власть даёт своему хозяину это место. Какую силищу. Мы сможем огнём и мечом отвоевать своё место под солнцем. Снова стать повелителями Земли. Мы перестанем жить и дохнуть в подземельях, как крызы. Будем строить дома до небес. А в метро спускаться только, чтобы домчаться от одного конца города до другого. Слово «человек» будет снова звучать гордо. Не знаю. Лично я считаю, что слово «человек» никогда не звучало гордо. Кроме самого человека, естественно. Мы отвоюем наш мир огнём и мечом. Мельник произнёс эти слова. Но я будто бы уже слышал их от «Хантера». Огнём и мечом. Но разве не так мы однажды уничтожили тот прекрасный мир? И вот огонь был в моих руках. То-то же. Быстрее, пожалуйста, товарищ полковник. Скажите, товарищ полковник, а кто сильнее, вы или Супермен? Гори в аду со своими шуточками. Видел бы ты создание, которое живёт там, внизу. Ну ладно. План действий таков. Мы с Артёмом выдвигаемся в Останкино. Попытаемся забраться на башню. Дадим вам координаты и будем корректировать огонь. Ты останешься здесь, прикроешь Володю. И попробуй достучаться до наших, чтобы прислали подкрепление к башне. Ну, храни вас. Ну, в кого вы так идёте? Да, прикиньте, куча оружия, куча патронов, и ещё вот эту хреновину чужолую за спиной таскать. Рыбу хренов. Полагающие только на себя и на вас. Всем остальным плевать и на нас, и на то, что мы тут человечество опять спасаем. Да, это уж точно. Сойдя с поезда, мы с Мельником выбрались на поверхность у концертного зала имени Королёва. Теперь мы были совсем рядом с Останкинской телебашней. Именно тут. И завязалась та битва, с которой я начал свой рассказ. О, как эпично. Всё накаляется. Воу, уже с нормальными пушками и патронами. А, оказывается, тут даже есть. Это хреновина. Можно, в принципе, не жалеть патроны, потому что это всё равно финал. Хреновина. 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 О, как. Девушки отдыхают. Надо прорваться к башне. Это наш шанс. Другой, Атём. Я останавливаюсь не на секунду. Прости, ты сжёг. Слева, а не слева. Бля, энергии нет. Ух, ебать. Давай, 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 вперёд. Нам нужно убираться отсюда. Чё-то я мажу как-то. Да иди к чёрту. Давай, 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 вперёд. Артём, осмотри комнату Жилова. Почти попал. Пошёл время шутить. Ещё и Ульман, главное, ругает. Как бы невидимые. Ты на гусмы не очень. Стой! Проклятье, а! Стой! Вперёд, вперёд! Теперь тихо. Пошли. Да, финал, конечно, мощный. Древольно сложный. Ага. Теперь надо найти путь наверх. Сюда. Ща, минуту. Да, легче сказать, чем сделать. Буду наверх. Есть мыслишка. Давай-ка, забирайся на каши лифта. Попробуем отцепить противовес лифта. Давай, давай, выезжала, давай! Эй, где? Что-то погануло у меня. Лифт доставил нас прямо наверх. Мы теперь словно парили над этим миром. Он весь был у меня на ладони. И будто бы его судьба зависела от меня. Я сделаю всё, что от меня зависит. Я установлю систему наведения. Так я думал. Но человек предполагает, располагает кто-то другой. Держись покрепче. Будет трясти. Повезло, повезло. Это ещё мягко сказать. Эй, Артём, с тобой всё в порядке? Фантастика. Ульман? Ульман, как слышите? Мы на парке. Цель открыта за облаками. Мы поднимаемся, приём. Ладно, Артём. Нам теперь нужно тебя каким-то образом сюда поднять. Демоны! Что-то он не хочет менять. Демоны! Демоны! Один! Демоны! Уйдете! Класс! Демоны! Класс! 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 я уже поднялся как бы да вон она гнездо черных это остальное все москва бывшая мальчик мельник мельник стреляй артём артём мельник вас понял полковник прием лазерное наведение нам тут не поможет артём облака слишком густые придется тебе забраться наверх чем выше тем лучше и установить систему наведения там давай теперь все в твоих руках ну прощайте товарищ полковник еще увидимся уже привитых с версии ну и в будущем в лас-лайте конечно так опасно опасно дальше уже паркур идет зачем еще все равно больше не с кем воевать все на соплях держится вот здесь артём прием слышите вот так Продолжение следует... 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 Продолжение следует...